19 лет назад, насколько я знаю, 12 ноября 1995 года на референдуме, так же как и в России в 1993 году, была принята Конституция Азербайджанской Республики. После этого в этой стране были проведены очень крупные, большие, широкомасштабные реформы. Остановимся давайте на общем. У наших основных законов есть много общего. Итак, прежде всего, наша Конституция закрепляет, наверное, вы все прекрасно это знаете, и Азербайджан, и Россия, демократические, правовые, светские республики. То есть это значит, прежде всего, что церковь отделена от государства, и государственная система образования носит светский характер. И в нашей Конституции, и в Азербайджанской Конституции народ является источником власти. Провозглашается разделение властей. Однако в Конституции Азербайджана особо оговаривается, что законодательная, исполнительная и судебная власти взаимодействуют друг с другом. Что на самом деле правильно, на мой взгляд, потому что без этого невозможно проводить единую государственную политику в стране. Ну, законодательная власть осуществляется не лимиджлицам парламентом, исполнительная власть принадлежит президенту, судебная – судам. Надо сказать, что в Азербайджане действует Конституционный суд, так же, как и в России, Верховный суд, апелляционные, общие и специализированные суды. Закрепляется необходимость обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Это тоже общее для нашей Конституции. Ну и, кроме того, регулируется деятельность местного самоуправления. Это тоже есть. Итак, какие особенности есть? Ну, на мой взгляд, вот мне так показалось, что в Конституции Азербайджана более широкая, по сравнению с Россией, концепция социального государства заложена. По крайней мере, она есть в Конституции, основанная которой не только на общечеловеческих ценностях, но и на национальных ценностях. Ну, прежде всего, это видно из преамбла. В преамбле говорится, народ Азербайджана продолжает многовековые традиции своей государственности. То есть, на мой взгляд, это позволяет предотвратить бездумное копирование различных теорий, без учета собственных национальных традиций и особенностей, так же политико-экономической ситуации. То есть, это в Конституции есть. Далее, природные ресурсы принадлежат Азербайджанской республике. Насколько я знаю, в нашей Конституции этого нет. Развитие экономики, основанной на различных видах собственности, служит повышением благосостояния народа. Тоже, на мой взгляд, очень хорошая норма. Государство заботится о повышении благосостояния народа и каждого гражданина. Кроме того, храняется семья, как основная ячейка общества. В нашей Конституции, в российской, тоже ничего не говорится об этом. Ну и кроме того, общим является то, что и в Азербайджане, и в России бесплатным является обязательное общее среднее образование. Ну, у нас говорится в отношении высшего образования, я думаю, это наиболее вам интересно, как студентам, и вы это знаете, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации, со статьей 43, каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование. Это сказано в нашей Российской Конституции. А вот в Конституции Азербайджана еще говорится, что государство гарантирует продолжение образования для талантливых лиц, независимо от их материального положения. Вот, на мой взгляд, такую норму можно было, наверное, и включить в нашу Конституцию. Возможно, в этом случае за социумом стоит идея жизни как роста, как увеличения собственного потенциала, потенциала окружающих, то есть вообще идея совершенствования, и это, на мой взгляд, очень важно. Ну, и кроме того, если говорить кратко о Конституционном суде Азербайджана, то вот было интересное постановление 30 июня 2014 года, опять же, оттолкование положения о высшем юридическом образовании. И вот там подчеркивается, что любые конституционные права должны регулироваться так, чтобы соблюдался баланс между общественными и частными интересами. То есть в данном случае речь идет о чем? Что частные интересы не должны превалировать. На мой взгляд, это тоже очень правильно. Ну, и в заключение хочу сказать, что таким образом, на мой взгляд, в Конституции Азербайджанской республики отражены идеи ценности, как те идеи, которые, в общем-то, сейчас в основном присущи многим современным зарубежным государствам, ну и сохранена национальная специфика.